МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Жилье для молодой семьи. На заседании правительства Республики обсудили ряд программ. Возрождая былую красоту, в Заболжье продолжают восстанавливать горельники. Старая пьеса на новый лад. Дети Ванюшина готовы выйти на сцену. Сегодня утром в Мариинско-Посадском районе, близ деревни Шульгино, села на мель грузовое судно. Буксир «Энергетик-Земцов», на борту которого было 850 тонн песка, уперся в газопровод в 50 метрах от берега. Все шесть членов экипажа не пострадали. По информации Минприроды Чувашии, судно принадлежит ООО «Чебоксарский речной порт». Напомним, в августе этого года за нарушение законодательства о недрах предприятие лишено всех лицензий на добычу песка. По нашему мнению, после лишения, скажем, после досрочного прекращения права пользования недрами, Чебоксарский речной порт ночами незаконно начал намывать песок. Это очень серьезное нарушение. Такая деятельность может преследоваться не только Кодексом об административных правонарушениях, но может и преследоваться Уголовным кодексом Российской Федерации. Статья 171 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за незаконное предпринимательство. То есть осуществление деятельности без лицензии и получение при этом или причинение ущерба в размере более полутора миллиона рублей. По предварительным расчетам при добыче 850 тонн ущерб водному объекту может быть причинен порядка 19 миллионов 600 тысяч рублей. Как отметил Владимир Курчин, Чебоксарский речпорт ссылается на договор с ООО «Нерудстром» на оказание услуг по добыче песка. Руководство «Нерудстрома» поясняет, что подписанного обеими сторонами договора пока нет. Вопросы разработки природных недр, но уже в другом контексте, обсуждались сегодня на заседании Кабинета министров республики наряду с другими темами. В начале заседания глава республики сообщил о результатах аукциона на право пользования участком Сюгтерский-2 с целью геологического изучения, разведки и добычи строительных песков. По итогам торгов в республиканский бюджет поступит почти 38,5 миллионов рублей. В текущем году по итогам 10 аукционов за счет разрыва платежей в республиканский бюджет уже поступило у нас 39,5 миллиона рублей. Ожидается пополнение еще на 46,4 миллиона рублей. По остальным участкам это в сельских районах. Общая зона по этому году составит практически 85,9 миллиона рублей. Это вот хороший показатель пополнения доходной части бюджета. Улучшение инфраструктуры и развитие малого предпринимательства, а также новых видов деятельности. Все эти задачи планируются решить в рамках инвестиционного плана модернизации Мариинского посада. Проект рассчитан до 2020 года. Сегодня муниципалитетом проектируется, ведется проект проектирования ряда объектов инфраструктуры, так как котельных, водопроводных сидений, водоснажения, водоотведения, плюс дорожного покрытия. По ряду из них уже сегодня имеется проектная сметная документация. По ряду ведется данная часть сегодня, ведется работа. Программа «Жилье для российской семьи» набирает обороты. На заседании кабинета министров обсуждались вопросы отбора земельных участков, застройщиков и проектов жилищного строительства. При проведении отбора преимущества имеют именно те застройщики, которые предложат наименьшую цену продажи одного квадратного метра жилья эконом-класса, а эта цена не должна превышать 30 тысяч рублей за квадратный метр, которые предложат наибольший объем воды жилья эконом-класса до 1 июля 2017 года. 25 тысяч квадратных метров – именно столько жилья эконом-класса отныне должно быть в каждом новом микрорайоне города. Только в 2015 году планируется ввести порядка 90 тысяч квадратных метров. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Месяц прошел с момента введения продовольственного эмбарго. Изменились ли натюрморты на наших столах? Как ведут себя местные товаропроизводители? Всегда ли есть связь между подорожанием и санкциями? Эти и другие вопросы контролирует республиканский штаб под руководством премьер-министра Чуваши Ивана Моторина. Под обязательный мониторинг попали 40 продуктов из списка социально значимых мука, яйца, молоко и так далее. Минэкономразвитие, Минсельхоз, Чувашстат контролирует 240 торговых точек на предмет сокращения количества товаров и их подорожания. Пока ситуация спокойная. Что мы видим? Что по основным пока номенклатурным группам производимых товаров, которые производятся у нас, это в первую очередь сельхозгруппа, это мука, зерно, какого-то яйца, какого-то значительного роста пока нет. То есть мы видим, что даже за август месяц у нас произошла дефляция. Однако есть и негативные моменты. Во-первых, некоторые импортные продукты заметно подорожали. Во-вторых, под шумок и отечественные производители пытаются воспользоваться ситуацией. Буквально дней 10 назад почти все производители колбасных изделий уведомили торговые сети о возможном изменении стоимости производимой их продукции, в том числе и наши, непосредственно на работочном чувашском рынке, ну и ближайших регионах. И изменения это не 1-2%, которые можно понять и сезонными колебаниями, и изменениями тарифов, которые произошли с 1 июля, а отразились в продукции где-то 1 августа, так как мы платим за услуги ЖК «Хосмичного опознания». Это было бы понятно. Но когда изменения имеют на 10-20%, ясно, что там какое-то другое влияние, и нужно разбираться в первую очередь в ФАСУ, Минпромторгу России, ну и, соответственно, нашим ведомствам, это Минсельхоз, Минэкономразвитие, Роспотребнадзор. Подробнее об этих и других не менее актуальных темах сегодня в программе «Правительственная связь» в 20.00 на нашем телеканале. Превысили полномочия. Республиканская прокуратура провела проверку в отношении инспекторов Государственного автодорожного надзора. Без предупреждения они попали на территорию предприятия, которое занимается перевозкой пассажиров. Подробности в следующем материале. Это видео снимали для отчета о рейде, но в итоге оно сыграло злую шутку с самими проверяющими и стало доказательством их вины. На кадрах отчетливо видно, что государственные инспекторы заходят на территорию автотранспортного предприятия номер 2. Вы механик? Да. А у вас транспортные средства на яму загоняются, смотрят предрессы? Вот, пожалуйста. А где эта яма? Можно посмотреть? Вот она я. Раз. Не видел, сколько написали на машину? Вот, сейчас вам покажу. Вчера. Прежде чем. Вот эти все машины проверены, поэтому сегодня я их могу не проверять. Но в прокуратуре республики выяснили, что инспекторы не имели права проводить проверки на территории предприятия. Ведь изначально досматривать автобусы им поручали только на маршрутных линиях. Но, видимо, забыв об этом, сотрудники транспортной инспекции начали изучать работу самой организации, которая осуществляет перевозки. Я не знаю, у вас документы есть? Да. Распоряжение. Распоряжение. Уведомление есть. А вы с вами разговариваете? Не понял. А, давай, хорошо, сейчас. Нет, дайте, пожалуйста, копию. Вердикт работе автотранспортного предприятия инспекторы вынесли уже спустя 10 минут. Специалисты усмотрели целый ряд нарушений. Но руководство организации заподозрило и самих проверяющих в нарушении закона. На сотрудников государственного автодорожного надзора были заведены административные дела. В мировом суде действия инспекторов признали незаконными. Их привлекли к дисциплинарной ответственности. Марина Рябцева, Дмитрий Ковалев, Республика. В Комсомольском районе инспектор ГИБДД подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. 7 сентября подозреваемый наехал на 56-летнего местного жителя, после чего скрылся с места аварии. Беглеца удалось разыскать уже на следующий день. Если вина подозреваемого будет доказана, его ожидает лишение свободы сроком до 5 лет. Подозреваемый, управляя автомобилем «Лада» по улице Комсомольска и в селе Комсомольском, не проявил должной бдительности и внимательности и не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на 56-летнего местного жителя, шедшего в попутном направлении по автодороге. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений мужчина погиб. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены и проводятся автотехническая и медицинская судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. В Заволжье продолжают восстанавливать леса. Сделано немало, на полутора тысяч гектаров уже посажены новые деревья. Но в ближайшие годы необходимо проделать колоссальную работу. Мой коллега Дмитрий Ковалев увидел, как преображается левый берег Волги. Окрестности поселка Северный. Пожары четырехлетней давности уничтожили все в округе. Восстанавливать леса Заволжье специалистам теперь помогает наука. Сейчас в чистом поле рабочие складируют неликвидную древесину. Когда она перегниет, здесь вырастут лиственные породы. Лесничие отмечают, что они послужат отличным барьером на пути огня. Хвойные деревья сажают между валами. Между валами остается пространство, на которых на этом пространстве производится нарезка борозд и посадка лесной культуры. Примерно 50 на 50 процентов. Вот процесс такой формирования. 50 процентов хвойных бород, 50 процентов лесных. То есть это уже создаются такие вот пожароустойчивые лесные культуры. Эта технология, она отработана для создания лесных культур. В 2013 году эти рекомендации по Мариинскому государству, техническому университету были усовершенствованы после обследования. На левый берег Волги саженцы привозят со всех концов республики. После пожаров было решено возобновить работу эпитомника Чебоксарского лесничества. Только в этом году здесь планируют вырастить более 600 тысяч молодых сосен. В лесах эти деревья появятся уже до конца осени. Чтобы сеянцы окрепли, требуется не менее двух лет. Это должно быть сеянец 12 сантиметров в высоту и толщина стволика у корневой шейки 3-4 миллиметра. Потом мы их высаживаем на лескультурную площадь. То есть площадь, требующая лесовосстановления. И там они до 6-летнего возраста считаются непереведенной, покрытой лесной культурой. Молодые сосны, говорят, лесники капризные, как цветы. Недаром этот питомник специалисты шутя называют детским садом для деревьев. Они требуют постоянного ухода. Одна четвертая часть саженцев погибает, но заволжи постепенно обретает былую красоту. Правда, для того, чтобы восстановить лес на горельниках полностью, требуется как минимум 6 лет. Именно за это время вот такие 30-сантиметровые саженцы сосны достигнут высоты человеческого роста. К примеру, это дерево окрепнет только через 3 года. В ближайшее время в Заволжье планируют очистить и все горельники. До конца этого года здесь восстановят еще более 500 гектаров леса. Новые сеянцы сосны в питомнике уже подрастают. Медриковалев, Евгений Анисимов, Республика. Почему одни произведения публика забывает практически сразу, а другие привлекают зрителей многие годы? На то и классика, чтобы сохранять актуальность на века. Сто с лишним лет назад подданные Российской империи дружно зачитывались пьесой Сергея Найденова. Сегодня дети Ванюшина вновь готовятся выйти на сцену Чувашского академического театра. Пьеса Сергея Найденова – зарисовки из купеческой жизни начала 20 века. По стилю очень напоминает горьковскую вассу Железновую. Да и содержание похоже – сложные взаимоотношения в большой семье. Отцы, дети, в чем конфликт, почему недопонимание, почему возникает это несогласие, почему нет счастья от того, что нет согласия, от того, что нет мира в этом доме. На Чувашский язык пьесу перевел Порфирий Афанасьев, а режиссер-постановщик Валерий Карпов постарался придать ей современную форму. В самом деле, так ли важно, сколько лет прошло с момента премьеры? Ложь, прелюбодеяние, мошенничество – эти пороки по-прежнему ломают людям жизнь. На первый взгляд, среди действующих лиц никто не вызывает симпатии. Но роли негодяев у актеров не вызвали смущения. Соседа-спекулянта представляет на сцене сам режиссер. В 19 лет уже в театре, а таких ролей у меня никогда не было. Всегда положительные, всегда такие герои-любовники больше. А вот сейчас вот эта роль на другие краски выходит. По-другому думаешь, штампы убираются. Путаницы и неискренность в семейных отношениях приводят к трагедии. Старик Ванюшин умрет на сцене в очередной раз. И в очередной раз воскреснет, чтобы напомнить. Важнее семьи у человека нет ничего. Премьеру запланировали на 9 октября. Постановка откроет новый 97-й сезон Чувашского драмтеатра. Елена Гальперина, Светлана Лейкимова, Александр Петров. Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Сразу после выпуска смотрите программу «По существу». А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин